В Украине представительство открытых, наш Борис Георгиев говорил о том, что невозможно программное обеспечение нормально продавать за границей. Наши просто государственные мужи, такую загрязнительную руку. Вам помогали вообще реально? Или вы сами вообще все выгодились? Ну, насколько изначально, как бы, все было полностью самостоятельно за счет всех собственных, что называется, средств и усилий. В каком-то году мы выиграли, по-моему, один грант, ну, такой, сопутствующий, под определенные какие-то задачи, скажем так, да? А каких-то прям целенаправленных инвестиций, там, на результате, конечно, нет. Дополнить можно? Более широкая картина не только по спрут технологий, да? На тот момент, видимо, когда коллеги выходили на иностранный рынок, поддержки экспорта существенно видно, ну, как бы, наверное, не было. Сейчас вариантов очень много. Вот соседний там стол, круглый стол, там как раз рассказывают о том, что сейчас можно получить до 90% компенсации от государства своих затрат при участии в выставках, ярмарках по продаже своей продукции, товаров, работы, услуг за рубежом. Есть примеры, люди, ну, грубо говоря, потратили 6 миллионов на выставку в Китае, и, соответственно, 90%, 5-4% им как бы вернули. То есть сейчас есть, тогда вряд ли даже что-то предлагали. Я слышал, что есть, как бы, еще субсидирование, уже немножко обратная сторона, да, то есть есть предприятие, которое хочет приобрести инженерный софт. И как бы вот им государство дает некие субсидии на приобретение этого софта. Но там как бы, ну, мы не приобретали инженерных, не знаем, но вот говорят, что… Ну, это отдельная тема, но она есть, да. Мы говорим о том, что предприниматель, конечно же, рассчитывает в первую очередь на себя, сам несет все риски, но старается пользоваться открывающимися возможностями. В этом наша сила. Да. Так, маркетплейсы. Вот есть и Алиэкспресс, и Авито, и все прочее. На самом деле, все имеют открытые интерфейсы, коммуникации, и ничто не мешает эту задачу тоже статализовать. То есть, воспользоваться этими маркетплейсами для вашего сбыта. Ну, поскольку Озона у нас не присутствует здесь, про эту тему не будем активно развивать, или, может быть, кто-то имеет эту продажу массово через маркетплейсы, кто-то проверится. Своим опытом есть кто-нибудь, нет? К сожалению. Только опыт покупок. Я думаю, что вы покупаете как физическое лицо, а не как предприятие. Ну, давайте будем этими возможностями пользоваться. Еще раз просто, как специалист-майкетплейс, скажу, что все эти площадки имеют открытые API в себе, то есть, безроки с открытой, для того, чтобы можно было автоматизировано эту деятельность проводить. Перейдем к следующей. Задача цифровизация конструкции деятельности. Ну, вот двум коллегам как раз, Дмитрию и Ильдару Амиле, человеку вопрос задам. Насколько один разработчик, другой производитель, который пользуется подобными решениями, Ильдарович, насколько КАМАЗ почувствовал эффективность откровения элементов автоматизированного проектирования? Мне, конечно, сложно делать сравнение было-стало, просто потому что иных самокомандистов уже более 20 лет. Наверное, уже те, кто помнит то, как это было раньше, снимают меньше-меньше. В частности, я вот не помню, как это было раньше. Безусловно, конечно, тяжело представить, как сегодня вообще сниматься разработкой грузового автомобиля. А грузовый автомобиль, как Тагир вначале говорил, это очень сложное, широко конфигурирование изделия, которое невозможно изготовить, не используя цифровых систем. И саморачиваться в советские времена делали сами практически моноизделия, гиганты были продукты подчет КПЗ, который изготавливался ровно в рамках тех требований, которые были продиктованы или министерствами, или государственными заказчиками. Сейчас, конечно, что не так. Сегодня рынок, и изначально мы, проектируя автомобиль, должны понимать, что рынок может очень сильно накладывать в последующем ограничении требования на то, как это изделие должно изготавливаться, эксплуатироваться, но, собственно говоря, стоит. В связи с этим нам нужны цифровые системы проектирования. Это возможность, вот ту вариативность, которая есть, которая требуется в автомобиле, заложить уже на стадии изготовления условно-четежи. Я уже не говорю о том, что, безусловно, автоматизация самих рутиных операций, а проектирование как разработка программных лечения, это, конечно, процесс по степени рутин. То есть, есть достаточно большое количество операций, которые подаются автоматизацией и роботизацией. Безусловно, внедрение системы проектирования NX, продуктов других отработчиков, позволяет эти рутинные процессы сократить. Я тоже опять не застал, но причем из-за автоматика с боем у меня с его кульманом на СМПЦ. Понятно, что люди, которые привыкли делать это, но эти сети делают это не много. Сам столкнулись с пунктивной системой, но, безусловно, пунктивной системой подняли эффективность работы конструктора. Что сегодня происходит у нас с точки зрения дальнейшего развития, это постепенное проникновение этих ценных технологий, ну, собственно, в разные стороны процесса работы конструктора. То есть, сейчас мы говорим о NX, как о крупной системе проектирования автомобиля. К этому добавляется все, что касается физических свойств, все, что касается инструкционных качеств автомобиля, всевозможные испытания, в том числе, то, что сейчас нам нужно называть ритуальным испытанием, расчетом, который можно делать на базе математических моделей. Плюс мы сюда подтягиваем то, что касается подготовки, производства, освоения продукта. Мы используемся продуктами, портфелями продуктов компании Siemens, в частности, продукты, которые сейчас у нас находятся в стадии внедрения. Это план симулярия и процесса, симулярия продукты, которые позволяют до размещения автомобиля на производство, до того момента, когда нам попал на конвейер, провести с инструкционной испытания, как в отдельных технологических операциях, так и в целом в сборочном процессе. И, конечно, это требует больших инвестиций. Недостаточно просто купить продукт, потому что, безусловно, там тоже называется продукт-будником производства, это вещь, которая состоит в новую. И вот я тут еще немножко в другую сторону скажу о том, что если говорить о преградах цифровой информации, не преградах, а трудности цифровой информации, которые истинно стоят, на мой взгляд, здесь очень мало акцентом уделяется именно технологией и технологической поддержки этой процесса, потому что продукт сам по себе, безусловно, не готов нам за вас к технологичному процессу разработать, сделать все возможные расчеты. Хотя я думаю, что недалеко тот час, да, это будет раз в четыре минуты плюс, когда мы сможем создавать этот процесс уже из условных цифровых сборов, не занимаясь проектированием человека. Есть уже такие продукты, которые воссоздают, скажем так, да, ради этого инженерия. Но пока, в настоящий момент, конечно, преграды для инновационного моделирования являются, безусловно, ресурсом. Ну и вторая сторона, второе вектор развития, это принципиальный уход в экосистему наших паспорт, в статичках наших партнеров, в связи с тем, для того, чтобы иметь возможность быстро изготавливать автомобиль. А мы понимаем, что основная цель внедрения системы, это, конечно, снижение стоимости проектирования, а самое важное, снижение скорости проектирования, это, скорее, сокращение времени проектирования и разрешение скорости. Если мы на себе это можем достаточно хорошо представить, составить планку, понимать, что автомобиль КамАЗ это, условно, система подействия партнеров, нам важно, чтобы наши подключатели занимались тем же самым, которые и совместным скоростью. Я буквально этот концепт коробки бенчмарки делал, тем, что мы видим сейчас не на Западе, а на Востоке, а в Китае, со сроками для автомобиля. Вы знаете, что автомобиль, это вещь такая, достаточно тяжело отрезаемая, с точки зрения коробка менялся, то есть внешне он может меняться, а начинка может остаться подбережной. Но есть предпринято в мобильном мире регулирование платформы, если платформа меняется, он предприняется, что генерация стала на производстве и начало разрабатываться. Вот если мы говорим о платформе, то сегодня, пытаясь, как производитель умеет обеспечать новую платформу, здесь, в первую очередь, все раз по торагу. По торагу, обладаете платформу, не гибкая работа, с точки зрения, там, его вариация, а именно платформа, новая платформа, предлагает весь комплекс испытаний, причинностных испытаний, ресурсных испытаний, ставится к алине. И, безусловно, невозможно было бы сделать, не применяемо в принципе технологии, которая будет использована. Для осуществления пока нестижимо, но я думаю, что все возможно, и есть отношения на все на сегодня работе. Можно? Можно так? Я объясню пока сначала, почему КАМАЗ, вот это все предприниматели и КАМАЗ, да? КАМАЗ, огромное предприятие. КАМАЗ на самом деле флагман цикровизации промышленности, является образцом, и на самом деле крупное предприятие имеет возможности пилотировать те или иные идеи. И на самом деле КАМАЗ, он много-много разных идей сначала пилотирует, а потом внедряет. И то, что внедрил КАМАЗ, на самом деле для всех, для нас, есть некий образец для подражания. Не надо, может быть, малому бизнесу тратить деньги на пилотирование. А посмотреть, что делает крупный бизнес, он эти пилоты уже сделали. Просто маленькие, они всегда... Я вообще на продуктах уже, если мы посмотрим, что сделаем малый бизнес, то есть крупный бизнес, игра сложнее, чем... Ну, надо так, кажется. Ну, здорово, да? Значит, друг другу мы присматривались. И еще одна тема, все-таки для тех, кто поставляет на КАМАЗ или планирует поставлять на КАМАЗ, как ни крути, IT-ландшафт предприятий, он все расширяется. Если КАМАЗ видит потенциал на пускащика, рано или поздно он попросит его войти в IT-ландшафт предприятия. То есть, те программные продукты, которым пользуется КАМАЗ, они со временем, видимо, станут обязательными для использования по всей цикочке поставок. Потому что, иначе, если не представляем, КАМАЗ работает в одной среде, а комплектующие проектируются в другой. Вот эти вот сложности потом, конвертация, она достаточно серьезная. Поэтому тоже КАМАЗ прислушиваются и спрашивают, какие результаты на КАМАЗе, а мы не держим, что нам, наверное, это придется делать. Китар, у меня ремарка такая, да, вы как конструктор, как главный строительство на КАМАЗе, вы говорите, мы себе цель, задачу ставим, допустим, шести лет до полутора, до конца 26-го года, то есть, это следующая... Я буду настройку в силу жизни, в силу жизни, в силу жизни, в силу жизни. Ну, хорошо, да. То есть, у вас какие-то есть свои вот, задачи, да. Мы просто КАМАЗы, да, и очень много потом хлебаем после того, что вы наконструировали. Я просто единственное, что хочу, чтобы вы конструировали автомобиль реальный. Не тот, который вы выскатал, вы где-то подбираете, он у вас красиво все ложится, красиво испытание проходит, и все красиво параметры нам. Потом этот автомобиль еще надо собрать, выпустить, и чтобы его еще покупатель купил. То есть, у вас задача, я хочу сказать, шире, она не только в сокращении сроков, конструирования, но еще в реалистичности ваших закладыванных туда конструкций, и еще самое главное, чтобы это было для рынка относительно недорого. То есть, сконструировать круто, дорого, у нас уже есть автомобильный создатель. что мы с вами нисколько, да, сейчас не нужно у нас предупреждать, что у нас есть проблемы. Понятно, что вы, как коммерческая организация, перекладываете на нас, что это проблема. Не, 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 я сейчас не в этом у нас всегда стоимость проектировать, понимаете, то есть, мы это как коммерческая перекладывание. Я хочу, я просто знаю, конструкторов очень близко, много лично, и я вижу, что проблема огромная в том, что конструктор не задумывается реально, как это дойдет до конечного потребителя. ему, он может, он может встало, все красиво, все где-то совпало, хорошо все на выходе, вакцинарную программу все прошло, и вы на этом свою функцию обрубаете. Я хочу сказать, что конструктор, он не прекращает свою деятельность. Вот он должен автомобиль выпустить, и его должны этот автомобиль купить, и быть довольны. Вот тогда вы хороший конструктор. Отличная тема. Когда мы говорили о этапах производственного цифра, мы говорили о конституционной эксплуатации. Данная эксплуатация однозначно должна быть консилиндирована, проанализирована и влиять на все этапы, как на производстве, так и на конструкторстве. Давайте, наверное, узнать по этой... Можно, по вашему вопросу. Мы маленькая компания, но в свое время нашим источником продукта стало то, что я заинтересовался опытом компании «Тойота». Мы не автомобили, ну, как и строительная компания, но у нас получилось этот опыт очень интенсивно внедрить. И один из принципов, вот то, про что вы говорите, у «Тойоты» как бы предприятие расширяется за пределы предприятия к поставщикам. Поставщики не отделяются от предприятия. И более того, там есть такое... Там тендеры, и мы также работали с западными компаниями, тендеры не носят такого хаотического характера, тендер на производство каждой единицы. А есть долгосрочные тендеры попасть в пул поставщиков «Тойоты». Ты попал, и надо очень сильно постараться, чтобы оттуда вылить. И больше никаких тендеров. Все, точка. Ты попал в пул, и теперь ты просто в одной команде работаешь так же, как и внутренние подразделения. И таким образом получается такая сквозная интеграция. Долгосрочные подразделения. А в нашей стране вот эти тендеры, кстати, началось все не с японцев, а с американцев, со статистиков, как он забыл, как... Эдвард Деминг. Математики приехали в Японию и в 46-48 году провели курс лекций. И Эдвард Деминг говорит вполне внятно и четко. Уберите тендеры, сделайте так, чтобы у вас было минимальное количество поставщиков. Максимум два. Потому что большое количество поставщиков это отсутствие гарантии качества продукции. Ну, конструкторы, к сожалению, они на тендер никак... Ну, это просто как политика. Они только косвенно. Они исполняют эту политику. Я вынужден эту политику прекратить. Потому что у нас эти цивилизации сегодня они... Это мы. Ну да. Они об этом и на. Вопрос по цивилизации. Да, мы. Меня зовут Альман Коктабаев. Я представляю компанисты. У меня еще впереди будет тоже... Я по списку должен поступать. А вопрос у меня вот как звучит. Цифровизация проектирования изделия. Услышали. Цифровизация подготовки технологии изготовления этого изделия. Услышали. Давайте не путать с автоматизацией, то, что уже прошло, да? А цифровизация производства самого вот то самое вид, да? Промышленный интернет вещей. Как робот общается со станком, с ЧПУ. Это про производство. Вот там сейчас на КамАЗе что? И дальше. Секунду. Давайте мы все-таки чуть-чуть по сценарию поднимем. Сейчас вот так вот начнем все узнать. У нас небольшая ремарка насчет КамАЗа в советские времена. Я тогда работал, люди, которые работали в УОПе, там, Буреке и так далее. Мы скажем, уровень автоматизации, который применялся на КамАЗе. Вот история оттуда идет. То, что сейчас творится на КамАЗе, это было создаваемость в том числе и мной, и нашим этим. Вот это надо понимать. Самое главное про КамАЗ. Вроде это... Почему на КамАЗе все хорошо? Потому что исторически вот так сложилось. Соседу КамАЗа относится. Я в защиту КамАЗа. Клиентов ким-центра выводят они к поставщикам. КамАЗ для нас очень хорош. Ориентир. Ну да. Поэтому я хочу вас прислушаться в первую очередь к тому, к чему достиг КамАЗ, потому что для нас ориентир, в каком направлении дальше двигаться. Перейдем чуть-чуть дальше. Дмитрий, все-таки вот уже опять еще раз про струткам, про цифровизацию конструкторских, про активность конструкторских заработок. Поделитесь, пожалуйста, как ваши потребители оценивают, ощущают результативность внедрения ваших заработок. Пока про струткам говорим. Чуть-чуть, не про другие продукты. Получается, руткам это больше технологических пакетов. Мы взаимодействуем с конструктором. То есть конструктор разрабатывает модели, 3D-модели, либо инструментальные оснастки, штампы, ресформы, которые как инструменты второго порядка служат для производства деталей. либо непосредственно это уже как бы сами детали куда входящие. И на базе 3D-моделей, которую разработал конструктор, мы уже выдаем некий текст управляющей программы, который подходит к определенному станку. 3-х оснастки, 4-х оснастки, 5-х оснастки, там, токарно-фрезерный, либо промышленный робот, сейчас как бы это дело востребовано. То есть роботы, вы знаете, что раньше они были, ну как бы, технология взял, положил, то есть, ну такое, полетирование, укладка, а сейчас, как бы, революция не стоит на месте, то есть, сейчас процентов 8 роботов идут по сварку, а остальные 20% они занимаются разными задачами. То есть, это фрезеровка, это обрезка, резка, газа, ну, разные виды резок, фрейдерная, газоплазменная, лазерная, и так далее. Это окраска, ну и какие-то вредные производства, которые, значит, сейчас могут заменить человека, ну и были на 2 недели на выставке, выходили, говорят, что, прям, невозможно, нужно ставить робот, как бы, при, чего там, лампе, пересыпании, какой-то, пылеобразной субстанции, то есть, у людей оттуда убирают, потому что расходы на молоко, грубо говоря, за 5 лет окутят робот. Что касается исходной информации, это, так называемая CAD-модель, они могут быть подготовлены в разных системах, то есть, когда мы выходили на зарубежный рынок, как бы, одним из факторов, который мы преодолевали, или который помог нам выйти, мы наладили интеграцию с различными кадровскими пакетами, да, ну, будь то, там, есть обширный набор, то есть, которых мы даже не знаем, Аскон, это наш, компас, вы слышали, наверное, есть Стоитворкс, там, есть Рина, Инвентор, и там порядка, ну, много их там, есть IronCAD, который популярен в Германии, у нас про него вообще никто нечего не знает, да, есть какие-то другие пакеты, ну, то есть, вот, немецкий гидрор говорит, нам нужно, чтобы он, мы делали. буквально где-то полтора года назад мы начали вести работы как раз с КАМАЗом по интеграции с пакетом TeamCenter, то есть, как бы, почему это важно, потому что есть много специалистов, умеющих работать с прутками, как бы, но требованием является то, чтобы результаты их работы, они не просто там где-то в облаточном пространстве диска лежали, да, или на диске, они должны быть консолидированы, как я говорил, лежат, находиться в определенном месте. У КАМАЗа это место называется TeamCenter, то есть, там хранится все, как говорится, вся информация по каждой детали, по узлам, и вот это наша стыковка, то есть, мы умеем забирать модели, обрабатывать и передавать обратно в TeamCenter. Таким образом, как бы, с одной стороны, есть специалисты, умеющие работать с прутками, есть дешевое решение, которое хорошо считает, и часть задачи мы планируем как бы перевести расчеты именно на стык. И, с другой стороны, мы не теряем вот эту прозрачность, вся цепочка выстраивается, так сказать, единым и единым. Да, у меня вот небольшая реплика как раз об этой теме. Для чего нужна цифровизация проектирования? А это фактически ваша база знаний, технологии вашей компании. Почему в TeamCenter на КАМАЗе не теряется? Потому что на многих предприятиях только те, кто находится в поле, кто находится на конвейерах, они являются экспертами в том, что они делают. И со временем выхода этих людей на пенсию предприятие стратегически теряют владение технологий. И вот именно системы цифровизации сти